что одобрили форму украинских футболистов, на которую нанесен в том числе полуостров Крым. Это вызвало резко негативную реакцию российской стороны. Президент США Джо Байден приветствовал решение трибунала в Гааге по делу Радко Младича, бывшему командующему боснийскими сербами оставили в силе пожизненный приговор. По мнению главы Белого дома, такой шаг к апелляционной палате укрепляет общую решимость предотвратить будущее злодеяния в любой точке мира. Сочи в Сербии критически восприняли решение судей в Гааге. По словам премьер-министра республики Анны Морднабич, трибунал не приблизил балканские народы к примирению. Москва не уклоняется от диалога с НАТО, говорят в российском МИДе. Однако Альянс не воспринимает предложение России по снижению напряженности, пояснил агентство РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства. Накануне генсекорганизации Североатлантического договора Ген Столтенберг сказал, что они предлагают провести заседание Совета России и НАТО. Однако до сих пор не получили ответ Москвы. Встречи Совета не проводились больше полутора лет. Американское математическое общество просит Белый дом включить дело Азата Мефтахова в программу встречи президентов России и США. По словам авторов обращений, им известно, что Джо Байден намерен говорить с Владимиром Путиным о ситуации с правами человека в России. В начале года Главинский суд Москвы приговорил аспиранта Мехмата МГУ к шести годам лишения свободы по обвинению в нападении на офис партии «Единая Россия». Сам Мефтахов вины не признает. Завтра в Мосгорсуде должно пройти заседание по жалобе на приговор. Европарламент завтра должен объявить результаты голосования по утверждению системы так называемых коронавирусных паспортов. Сейчас она работает в тестовом режиме, со следующего месяца должна заработать официально. В Брюсселе считают, что это поможет остановить передвижение граждан внутри ЕС. Сообщество договорилось о признании сертификатов с Украиной. Ведутся переговоры США и Великобритании. Как пишет газета «Коммерсант», в случае с Россией речь, скорее всего, может идти о признании сертификатов на двусторонней основе с отдельными странами ЕС. ФБР провела масштабную операцию против преступных группировок в мире. Задержаны более 800 человек. Американские силовики использовали для этого защищенный мессенджер, который был разработан спецслужбами. В результате следователи смогли читать переписку членов преступных группировок, которые обсуждали контрабанду наркотиков, отмывание денег и даже планирование убийств. Обыски и задержания проходили более чем в 10 странах. В Москве завтра днем ожидается коротковременный дождь, местами гроза, плюс 22-24. Яков Широков, служба информации, Эхо Москвы. Спасибо, Яков. Да не мазай еще. Что там? Роту. Что там жужжит? Сеточку мне тоже дайте. Жужжит. Так, а где вот еще одна? А вот нет, это другая. Даш, если вдруг увидишь еще одну сеточку, а мне только в руках, кажется, одну дали. Ну, мало ли. При перемещении из... Может быть, вам дали просто... Нет, никто ничего не дала. Она исчезает. Одна исчезает. Это закон. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. В эфире программа Екатерины Шульман... Статус. И сегодня наша программа выходит из студии. Максим Курников, Екатерина Шульман. Оба тут. Добрый вечер. Как мы этому рады, никакими словами не передать. Можно только передать скоростью перехода к первой рубрике, потому что очень много разных событий. Не новости, но события. Тем более, часть из них длящиеся. У нас они практически все длящиеся. Довольно редко бывает, чтобы в наши континуальные процессы неожиданно вторглось что-то новое. Практически все, что в состоянии произойти, нами, в общем, отслеживается уже не со вчерашнего и не с позавчерашнего нашего выпуска. Продолжается у нас с вами подготовка к парламентским выборам сентября 2021 года. Продолжается эта подготовка теми методами, которые свойственны новым кураторам внутриполитического пространства. Каковы кураторы у нас уже теперь не прежние, скажем так, гражданские менеджеры, а скорее те люди, которые привыкли бороться с преступностью, организованной и неорганизованной, с терроризмом и с экстремизмом. Вот этими же методами, так сказать, борьбы с криминалом проводится у нас и подготовка к парламентским выборам. Приводит это к своеобразным, прямо сказать, результатам, не сказать, чтобы очень это ново и внезапно, но, тем не менее, вот с такой последовательностью видим мы, как по двум направлениям продвигается то, что принято называть зачисткой политического поля. Первое направление, это, собственно, процессуальное, это уголовные дела, угроза уголовных дел с целью устранения тех людей, которые могут выдвигаться кандидатами, либо поддерживать кандидатов, это первое. Второе направление законотворческое, это подготовка и принятие такого рода законодательной базы, которая на дальних подступах воспрепятствует нежелательным кандидатам от того, чтобы стать кандидатами. То есть это не столько зачистка, сколько минирование этого политического поля. Чтобы, да, тот, кто попытается, кто будет достаточно безумен для того, чтобы пытаться сюда пробраться, тот, собственно, и подорвется. Давайте вспомним, что на выборах в Московскую городскую думу летом 2019 года, а эта выборная кампания пока наибольшие черты сходства демонстрирует с нынешней, ни один из независимых кандидатов, то есть кандидатов, которые пытались собрать подписи и зарегистрироваться, зарегистрироваться не смог. Хотя, прошу прощения, было одно исключение, Роман Юнеман зарегистрировался, но выборы проиграл. А все остальные не только зарегистрироваться не смогли, но подавляющее большинство из них за свою инициативность получили различное количество суток административного ареста и, в общем, встретили выборы вот в этом состоянии, находясь в спецприемниках. В этой избирательной кампании даже таких попыток, я думаю, что сделано не будет, потому что те люди, которые могли бы пытаться нарушать общественное спокойствие путем сбора подписей и походов в избирательную комиссию, не смогут этого сделать, потому что они либо уже будут путем, так сказать, организованной судимости ограничены в своем пассивном избирательном праве, как это стало с Юлией Галяминой, например, либо они уедут из страны, как это сделал Дмитрий Гудков под угрозу уголовного дела, либо, когда вступит в действие тот закон, о котором мы сейчас с вами поговорим, у них такого права уже не будет, что называется, законодательно, поэтому даже подаваться особенно не надо. А в связи с этим принято говорить, и, в общем, не без основания, о раскручивающемся маховике репрессии, о том, что репрессивная активность выше, чем она была, что называется, выше привычного нам уровня. Давайте вспомним, что в наших с вами эфирах мы неоднократно говорили о том, что определение политической стабильности звучит следующим образом. Поддержание существующего порядка без повышения привычного уровня насилия, не вообще без насилия. Не миром и согласием, а без повышения привычного уровня насилия. Мы, когда обозревали события лета 19-го года, говорили о том, что вот сейчас происходит, тогда происходил политический кризис, то есть ситуация нестабильности. Привычный уровень насилия был превышен. Говорим ли мы об этом сегодня? Вопрос не такой теоретический, как может показаться, и не такой простой, как тоже может показаться. Отвечая на него, полезно вспомнить еще об одной дефиниции, к которой довольно часто слушатели возвращаются и вопросы задают. Это вот насчет репрессий, которые бывают, как известно, массовые и точечные. Ну вот да, вот говорят, вот смотрите, вот сейчас уже столько-то человек пострадало, это уже массовые? Или все-таки еще точечные. Значит, давайте этот вопрос разъясним. Он, опять же, с одной стороны, да, он научно-теоретический, с другой стороны, он довольно-таки прикладной, поскольку понимание этого различия влияет на индивидуальные тактики поведения людей. Значит, смотрите, точечные массовые репрессии различаются не как хорошие и плохие, не как не страшные и страшные. Никакая репрессивная активность не имеет оправдания. Что такое репрессия? Это употребление правового инструментария для достижения политических целей. А каких политических целей? Звучит так красиво, да, политических целей. Политическая цель стоит в удержании власти. Вот, собственно, и все. Вот весь смысл, все целеполагание любой репрессивной активности. Кроме того, точечные массовые репрессии не переходят друг в друга. Кажется, что, легко подумать, что накапливается... То есть много точечных, это не массовые? Да, совершенно верно. Это вопрос не в количестве. Мы тут не считаем по головам. Значит, если, например, страна небольшая, то репрессии, которые мы определяем как массовые, будут касаться не такого большого количества людей, как набор точечных, например, в большой стране. Поэтому тут нет такого циничного подхода, как, знаете, у нас при объявлении федерального траура, да, от ста, есть такое негласное, да, негласное правило от ста жертв, это вот уже федеральный траур, все, что ниже, региональный. Тут не так. Значит, смотрите, точечные массовые репрессии различаются по целеполаганию. Массовые репрессии предполагают уничтожение, истребление некой страты социальной, этнической, экономической, которую существующий политический порядок считает невозможной внутри себя. То есть массовые репрессии касаются людей, которые принадлежат к определенной группе, которой они не могут перестать принадлежать. То есть и вся группа подвергается этой репрессии. Подвергается репрессии, да. Кстати говоря, это не обязательно убийство, это может, например, депортация, да, скажем. Но цель состоит в том, чтобы вот эту самую группу вывести из, грубо говоря, политического аборта. Физически ли, территориально ли. Точечные репрессии преследуют людей за определенные действия. Цель прекратить эти действия. Опять же, одними лучше других. Но, пример, в местности, где вы живете, убивают всех рыжих. Красть волосы и бриться на волосы запрещено. Каковы ваши действия? Вы не можете перестать быть рыжим, если вы таковой. Поэтому действительно разумно будет как-то убраться из ареала действия вот этого вот удивительного политического порядка. Второй тип репрессии. В вашей местности административно преследуется игра на укулеле. Вы играете на укулеле. Первые два раза административно. Третий раз уголовно. Организация оркестра, состоящая из укулеле, преследуется уголовно сразу. Что вам делать? Дальше у вас есть выбор. Вы можете сжечь свое укулеле, переключиться на игру на фортепьяно или вообще на посадку огурцов. Вы можете уехать, увести свой инструмент с собой. Вы можете остаться и пытаться как-то приспособиться к этой ситуации. Почему? Потому что вы считаете игру на укулеле своим важным гражданским долгом. Вы понимаете, что если вы уедете, растущие поколения никогда не услышат этих божественных звуков. И потом, когда нормальный порядок восстановится, они уже даже не поймут, что это такое. Это гитара, а не укулеле. Ну, например, да. И вообще будут к этому равнодушны. Туда, куда вы уедете, там, например, так сказать, не приветствуется и не преследуется игра на укулеле. Точно так же, как любая другая игра. Там таких, как вы, в общем, достаточно много. И ваши вот эти вот неизумительные звуки не встречают такого отклика в сердцах граждан, а здесь они являются знаком свободы, творческого самопожертвования и вообще парения человеческого духа. Вы думаете, а если я, например, учебник напишу, может быть, от меня отмотаются. А если я тайный кружок организую, может быть, меня не найдут. То есть, смотрите, у вас есть варианты, всякие разные. Ни один из них не является там проявлением трусости, социал-предательства и чего-нибудь другого. Ни один из них не является проявлением наивного безумия и ожиданий того хорошего, который никогда не настанет. Поэтому такого рода вещей полезно, что называется, различать для того, чтобы, во-первых, думать самому, чего делать, чего не делать. Во-вторых, что называется, размещать свои горести и свои победы на некоем таймлайне, понимать, что время идет, ситуация тоже может применяться. Ну, например, вы знаете, что по опросам молодежь лучше относится к игре на укулеле, чем, например, лица, принимающие решения. Поэтому вы можете подумать, что если вы тут сейчас переждете и сбережете это знание, то потом, на следующем историческом этапе тут-то... Ну да, и другим музыкантам надо задуматься. Это потому что, когда пришли за укулелестами, я молчал. Бывает и такое. Может быть, действительно, и к скрипкам будут относиться дальше как-то уже не столь лояльно. Что же струнные, в конце концов. Да, одно к тому. Вот, потом, может быть, они тайно поддерживают друг друга. В общем, наступает вариативность, так сказать, выдающаяся вариативность. Опять же, еще раз повторю, никакого рационального и нравственного оправдания. Ни одним, ни другим видом репрессий нету. Но различать их полезно. Еще одно, еще один, так сказать, важный поинт, который полезно иметь в виду. Термин легизм, который часто применяется к вот такого рода неправовым, на самом деле, ситуациям, тоже вызывает у граждан некоторые иллюзии, потому что под легизмом они подразумевают соблюдение закона. Поэтому часто приходится слышать, когда происходит то или иное безобразие, люди говорят, ну вот перестали притворяться, даже перестали делать вид, что закон соблюдается. Нет. Легизм — это не rule of law, это не верховенство закона, иначе это было бы слишком хорошо. Легизм — это стремление оформлять, что называется, официальной бумажкой любое свое действие, а также предпочтение государственных методов негосударственным. Посмотрите, каким образом наша с вами, так сказать, легистская специфика продолжает оставаться таковой. Значит, во-первых, под каждое действие принимается закон. Во-вторых, обратите внимание, например, вот на такую вещь. Некоторое время назад у нас применялось, например, для, скажем, купирования оппозиционной активности или для беспорядков, организации беспорядков на митингах, разные структуры типа НОДА, СЕРБА, каких-то альтернативных гражданских активистов, что-то в этом роде. Наши там. Во-во-во-во. С тех пор, как, так сказать, окончательно внутренняя политика стала делом внутренних органов, этого добра стало поменьше, и вообще оно, на самом деле, сходит на нет. Все репрессии производятся государственным инструментарием. Ну, СЕРБ как-то еще доживал какие-то. Не видно его давно. По-моему, последний, кто остался, это Тимур Булатов, небезызвестный. Но это петербургская специфика, это там есть такой человек, который пишет всякие доносы. А, доносы, да. И потом приходит полиция. Помните, была такая Барнаульская фабрика оскорбленных чувств, там студентки писали жалобы на то, что какой-то экстремизм везде. Это тоже все прикрыли. Ни 4 миллиона доносов никому не нужны, ни самодеятельность никому тоже не нужна. Достаточно есть полицейских, достаточно есть сотрудников ФСБ. А эти инициативников не любят? Инициативников они не любят, не поощряют их на самом деле. И, кстати говоря, к вопросу о 4 миллионах доносов, тут тоже различие между тоталитарным и авторитарным. Тоталитарное предполагает вовлечение, все должны быть вовлечены. Каждый должен поучаствовать на партсобрании, выступить, публично проголосовать, но и донос тоже написать. А в авторитарной модели поощряется неучастие. Поэтому, кстати, дорогие граждане, среди наших слушателей таких может быть мало, но вдруг, если вы решили, что сейчас наступил такой период, когда можно заработать выдающиеся плюшки, поучаствовав вот в этом вот репрессивном фестивале, то нет. Слушайте, а зачем они тогда во всякое праймерис вовлекают, вовлекают, говорят, приходите обязательно, всех родителей? Так, ну подождите, праймерис не имеет отношения к репрессивной активности, по крайней мере, прямой. Но политическая деятельность тоже. Это внутрипартийное, так сказать, мероприятие. И, кстати говоря, до какой степени не хочется пускать его на самотек, видно уже по уровню фальсификации, который обнаруживается статистическими методами в результатах голосования. То есть, казалось бы, это чисто внутрипартийное развлечение. Оно, в общем, законом даже не регулируется. Партия у себя устраивает конкурс талантов, ради бога. Они не обязаны соблюдать никакие нормы, кроме тех, которые они сами для себя написали. То есть, казалось бы, можно бы тут устроить некое такое честное соревнование, чтобы хотя бы, ну, скажем так, контролируемо потренировать своих собственных кандидатов. Но нет. На это тоже все-таки дух не хватает. Может быть, и правильно, потому что, с одной стороны, ты сгоняешь административно-зависимый электорат, а с другой стороны, бог его знает, как он... Ну, правильно, с точки зрения организаторов, а не здравого смысла. С точки зрения здравого смысла было бы, конечно, полезно, да, опять же, хотя бы какую-то контролируемую конкуренцию устроить, чтобы, ну, ручки-ножки хотя бы размять. Они много у тех, кому потом в выборах-то участвовать. Но, тем не менее, видите, все-таки полагаться на электоральную непредсказуемость страшно даже в таких контролируемых условиях. Поэтому это не имеет отношение к тому, о чем мы говорим, а именно вот к этой самой репрессивной активности, которая проводится, еще раз повторю, исключительно полицейскими, полицейско-административными методами без участия народных масс. Народные массы к участию не приглашаются. Еще раз повторю, если вам кажется, что это, так сказать, выгодная дорога, то нет. Вы только привлечете к себе избыточное внимание, которое потом вас не порадует на следующей, что называется, на следующей итерации. Поэтому в эту, так сказать, поперек батьки в пекло не лезьте. Тогда мы констатируем, что у нас пока точечные. Значит, смотрите, у нас точечные, ситуативные, предвыборные, связанные с необходимостью обеспечить нужный выборный результат. Из этого не следует, что они прекратятся немедленно по окончании выборов, потому что мы находимся внутри длинного электорального цикла, который закончится только 2024 годом, да и то не факт. Но, тем не менее, связь, так сказать, рациональная связь между инструментом и целью тут совершенно очевидна. Исходя из этого, еще раз повторю, не надо говорить, ну ладно, это пока еще не страшно, ничего хорошего в этом нет абсолютно, но, что называется, свои собственные действия, бездействия, изменения своих поведенческих практик, соизмеряйте вот с этой вот реальностью, а не с той, которая может возникнуть в вашем воспаленном воображении. Ну давайте теперь к законотворческим инициативам. Теперь к законотворческим переходим, не можем не перейти. Государственная Дума вернулась к работе и опять радует нас своим творчеством. Значит, на что мы с вами обращаем внимание? Во-первых, кстати, что интересно, мы же следим за довольно большим набором законопроектов, которые в Думе идут. Действительно, как мы и предполагали, перед выборами заторможены все те, которые могут привлечь излишнее общественное внимание, и которые не относятся к выборам напрямую. Ну, например, помните ли вы, было такое внесение поправок к закону о полиции, который тоже много об этом говорили, писали, полицейским давали новые права, не очень много им давали новых прав, по сравнению с теми, которыми располагают сотрудники ФСБ, но все-таки какие-то давали. Зависло. Законопроект о невольной коррупции, помните, невольный грех, не грех. Помните такое, тоже было... Вынужденная, да. Вынужденная, да, да, форс-мажорная такая коррупция, и, как это в рассказе о Генри, и не хотел бы, да жаль, упускать такой случай, сказал мальчишка, кидая в него банановой кожурой. Вот так и тут. И не хотел бы, да как, упустить такой случай. Тоже стоит. Не до тебя сейчас, как принято говоря. Да, сейчас не до этого, нечего народ лишний раз раздражать. А законопроект о дистанционном образовании, внесенный группой сенаторов, тоже завис, потому что родительская общественность волнуется по этому поводу. А то, что, ну, так сказать, менее приятно видеть замороженным, это, естественно, наш с вами законопроект о домашнем насилии даже не внесен. Злосчастный законопроект о распределенной опеке. Три поручения президента, все три не выполнены. Бесконечный разговор на эту тему. Ключевой законопроект для реформы всех неврологических интернатов. Первое чтение, до второго так и не дополз. Внесенные Верховным судом, пару слов еще скажем потом о Верховном суде, законопроект об уголовном проступке, помните? И об отмене уголовных статей частного обвинения, фактическом, так сказать, изничтожении дел частного обвинения в уголовном процессе, что мы тоже с вами тут приветствовали, даже не дошли до первого чтения. То есть этого нынешняя Дума, видимо, этого сделать уже не успеет. Чего успели? Значит, ограничение пассивного избирательного права. Мы говорили об этом законопроекте, экстремистские организации, клическоршенинников, поправки на этапе второго чтения. Не то, чтобы сделали лучше, немножко. Конкретизировали, подписано президентом. Значит, теперь руководители организации, признанные экстремистской, которые были руководителями за три года, вот вам, пожалуйста, обратная сила, за три года до не смогут участвовать в выборах в течение пяти лет, причастные к деятельности по индивидуальному решению суда. Для каждого такого должно быть решение суда, обратная сила за год до, срок вперед три года. Как, кстати, объясняют выдающиеся наши юристы, крышененников и кличес, вот саму изумительную обратную силу, которая очевидным образом противоречит Конституции. Они говорят, что это не ужесточение положения граждан, потому что это не санкция. Ну, то есть как бы вас не отбирают чего-то, вас не наказывают за что-то, а ограничивают ваше пассивное избирательное право. Поэтому тут по какой-то причине обратная сила может быть. То есть радуйтесь, что не сажаем задним числом. Вот. Мы же не сажаем задним числом, мы вам просто не даем баллотироваться в будущем. Поэтому это как бы не обратная сила. На самом деле, по-моему, это абсолютная казуистика. В соответствующей статье Конституции, скажем, что законы ухудшающие положение граждан не могут, так сказать, не могут иметь обратной силы, а то, что ограничение вашего права не улучшает ваше положение, по-моему, достаточно очевидно. Я думаю, что этот закон дойдет до Конституционного суда. Конституционный суд, как и Верховный суд, к сожалению, структура слабеющая. Их, как мы видим, с Верховным судом законопроекты не продвигаются. Решения Конституционного суда выполняются постольку поскольку. Но, тем не менее, я думаю, что в Конституционном суде этот вопрос будет рассматриваться. Это что касается того, что подписано и сейчас вступит в действие, будет распространяться на все выборы, назначенные после даты вступления закона в силу. Кстати, касается выборов всех уровней, в Государственную Думу. Далее, значит, о нежелательных организациях, ужесточение закона о нежелательных организациях. Давайте отметим, экстремистские нежелательные, это разные вещи. Значит, нежелательные организации, это иностранные организации, признанные таковыми, так сказать, внутри Российской Федерации, внесенные в соответствующий список Министерства Юстиции. Эти два законопроекта внесены организованной группой Пискарева, депутат Пискарева, который такой, один из главных законотворцев нынешней сессии, это комиссия по предотвращению иностранного вмешательства. Думская, есть комиссия, как вы помните, сенатора Климова в Верхней Палате, а это вот в Нижней. Значит, смотрите, вот это вот самые поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов плюс закон о воздействии на лиц, причастных к нарушениям основы благающих прав и свобод. Это то, что первоначально называлось антимагнитский закон. Значит, что там сделано? Он принят во втором чтении прямо сегодня, 8 июня, видимо, третье чтение будет прямо-таки скоро. Ко второму чтению туда внесены поправки, касающиеся финансового процесса. Росфинмониторинг отслеживает все переводы НКО вне зависимости от суммы и получает информацию без дополнительного запроса от банков. То есть, если вы НКО, то все ваши финансовые транзакции подлежат, так сказать, по дефонту, постоянному контролю Росфинмониторинга. Да. Далее, контроль за денежными поступлениями из за рубежа по списку государств, которую утвердит финмониторинг. Непонятно, что это за список, но, видимо, это список враждебных государств, который был опубликован в Митинге. Пока это Чехия и Соединенные Штаты. Их, значит, вот две штуки. Список оснований для признания государства, признания организации нежелательной расширен. В частности, если организация получает средства от нежелательной организации, она сама становится нежелательной. Это как вампир, так сказать, укусивший. Человека превращает его тоже в вампира. Хотя нежелательная организация вроде как иностранная, но тут получается, что нежелательная организация может быть и российской. Значит, если гражданин России за рубежом участвует в деятельности нежелательных организаций, то это тоже преследуется законом. То есть, если вы политический иммигрант, но с сохранившимся российским гражданством, то что с вами, так сказать, будет? Вы живете за границей, сотрудничаете там изо всех сил с нежелательной организацией. Пока вы там находитесь, вам это ничем не грозит, но если вы вернетесь, то вас тут может ждать приятный сюрприз в виде уголовного дела. Напомню, что Андрей Пивоваров у нас сидит в СИЗО города Краснодара как раз как, так сказать, обвиняемый в руководстве нежелательной организации. В этом пакете есть еще второй проект. Это, собственно, поправки в уголовный кодекс. Он пока не шевелится, то есть он был принят в первом чтении, дальше не идет. Там есть два отзыва от Верховного суда и от правительства. От Верховного суда прямо отрицательный. От правительства такой кислый, что типа при условии поправки изменений во втором чтении, потому что как бы вот дифференцировать ответственность хочется. Это, что это такое, что это за поправки в уголовный кодекс? Это отмена административной приюдиции. Вот этого самого принципа, два административных, потом уголовная. Тут уголовная сразу для руководителей организации, признанной нежелательной. То есть идея состоит в том, чтобы поразить, так сказать, главарей, вожаков, лидеров, организаторов вот этой вот самой нежелательной организации. Зачем это нужно? Это нужно для предотвращения иностранного вмешательства в наши, прежде всего, выборные процессы. Кстати, вот это вот соотношение двух законов, один из которых общий, другой уголовный и уголовный не принимается, нам уже знаком. Если вы помните, в девятнадцатом году был такой большой антисанкционный законопроект, который потенциально запрещал экспорт целых категорий товаров из, опять же, стран, которые вводили санкции против России. Это могло, так сказать, очень сильно ограничить импорт лекарств. Граждане тогда и НКО заволновались, и этот законопроект был принят в очень сильно почищенном виде. А к нему был еще уголовный, поправки в уголовный кодекс, внесенный той же группой товарищей, думских депутатов, там, по-моему, депутат Исаев был, основным. Так вот, его вообще не приняли. Он предполагал уголовную ответственность за соблюдение санкционного режима. То есть, понимаете, в чем дело? Возможно, что наши с вами, ну, не то чтобы законодатели, а те люди, которые влияют на законодателей, понимают, что уголовные поправки довольно серьезный инструмент, и они могут применяться не только к тем, кто вот прямо сейчас, так сказать, мешает нам правильный результат на выборах достигать, а потом выборы закончатся, а уголовная статья-то останется. Поэтому с ними немножко аккуратнее обращаются. Значит, в своем стремлении обеспечить суверенитет методами уголовного права мы не одиноки. Значит, соседняя Беларусь у нас как раз сейчас подписала целый пакет изменений как раз в уголовный кодекс. Они тоже касаются экстремистской деятельности, криминализируют призывы к несогласованным митингам, до пяти лет лишения свободы. Участие в митингах две административки три год колонии, третий раз, тоже чрезвычайно знакомо. Еще одна политически сходная с нами страна даже еще раньше приняла целый пакет такого рода законодательных актов в октябре и в декабре. Значит, как раз был введен закон об иностранных агентах. Значит, им запрещено по прекрасной формулировке вмешиваться в вопросы внутренней политики и баллотироваться на государственные должности представителям. Что же это за страна? Как вы думаете, что же это страна? Давайте дальше. Закон о киберпреступности предусматривает уголовное наказание для всех, кто распространяет информацию, которая будет признана ложной. А также еще один закон, смотрите, какой прекрасный. Как много общего с нами. Президентом внесен закон о защите прав народа на независимость, суверенитет и самоопределение во имя мира. Это точно не Россия? Подождите минуточку. Запрещено участвовать в выборах, занимать госдолженности лицам, которые подрывают независимость страны, наносят ущерб высшим интересам нации, а также поощряют введение против страны санкций. До этого, кстати, в мае прошлого года в этой стране еще прошла избирательная реформа, которая ограничивает возможности международного наблюдения. Тут просто страна зеркало. Что же это страна? Никарагуа. В общем, не одиноки. Мы в борьбе за суверенитет. Вот таким вот, так сказать, малым, таким вот слабым странам им трудно в окружении вот этих вот волков международного сообщества. Им приходится хотя бы вот таким способом как-то вот не давать наносить ущерб высшим интересам нации. Ну, давайте теперь обратим внимание на доску. Здесь у нас телефон, в котором решетки, решетки, решетки. К чему бы это он у нас тут был нарисован? Значит, еще одна законодательная новация. С 2 июня одобрен был Советом Федерации, тоже довольно-таки нашумевший законопроект, закон изменения в Уголовно-исполнительный кодекс, запрет на пронос телефонов в колонии адвокатами. Значит, о чем там идет речь? Чего нельзя? Адвокаты, а также лица, оказывающие юридическую помощь, нотариусы, которые приходят на свидание к осужденным, либо к лицам, находящимся в СИЗО, не могут проносить любые устройства, которые шлят киносъемку, аудио- и видеозапись. То есть они не могут записывать свои разговоры. Так и написано киносъемку. Киносъемку тоже нельзя. То есть киноаппарат нельзя с собой принести в колонию. Естественно, что под этой техникой чаще всего подразумеваются телефоны. Но можно проносить фотоаппаратуру и копировально-множительную технику, в том числе встроенную в телефон, для всяких копий с материалов личного дела. Но это можно делать только в отдельном помещении, предоставленном администрации колонии, без присутствия осужденного. Официальное обоснование этой удивительной инновации стоит в следующем. Для борьбы с тюремными колл-центрами, которые так много зла совершили уже. И многие из нас и наших старших родственников стали жертвами вот этого вот безобразия. Естественно, известно всем, что телефоны в колонии проносят никакие не адвокаты, а администрация, которая организует эти колл-центры и зарабатывает на них. Тем не менее, теперь нельзя будет адвокату записывать свой разговор с подзащитным на телефон, для того, чтобы, видимо, труднее было жаловаться. Но зато наряду с адвокатами право входа в колонию получают представители осужденных, которые помогают им проводить дела в ЕСПЧ, Европейский суд по правам человека. То есть пройти можно, но тоже без телефона. Мы сейчас послушаем новости, сразу после новостей продолжим. Я напомню, это программа «Статус». А чаю можно покрыть? А, вот он уже идёт. Половина десятого в Москве, в студии, Яков Широков в эфире новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал особенной форму национальной сборной по футболу. На ней, по словам главы государства, есть несколько важных символов, которые объединяет Украину. В то же время она может шокировать, написал Зеленский в своём инстаграме. Тем временем, в Российском футбольном союзе сказали, что обратились в УЕФА из-за экипировки, в которую украинские футболисты будут выступать на чемпионате Европы. Там считают, что, среди прочего, на форуме присутствуют политические лозунги. Накануне в УЕФА одобрили форму сборной Украины. На футболках игроков есть контур страны с полуостровом Крым и лозунгами «Слава Украине и героям слава». Российские власти с 2007 года не допустили до выборов разного уровня 120 тысяч кандидатов. Подсчитало интернет-издание «Важная история». Лишь 20 тысяч из них были представителями парламентских партий «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и «Справедливая Россия». Остальные 100 тысяч – это кандидаты от независимых партий или самого движенца. При этом вырос процент допущенных на выборы единороссов. В России за два года в авариях с участием электросамокатов погибли 10 человек. Четверо в позапрошлом году и шестеро в прошлом, говорят в МВД. В то же время там отметили, что не все электросамокаты могут разгоняться до высоких скоростей. При столкновении пешехода с таким средством передвижения оба пострадают как минимум одинаково, считают эксперты ведомства. Между тем, сегодня Министерстве транспорта предложили запретить езду на тяжелых самокатах по тротуарам. Это касается средств передвижения весом более 35 килограммов. Массовая гибель пчел произошла на юге Башкирии. Местные специалисты считают, что причиной стала химическая обработка лесов от шелкопряда, передает агентство «Интерфакс». При этом не соблюдался технический регламент, утверждают сами пчеловоды. В Минсельхозе Башкирии говорят, что выясняют обстоятельства случившегося. Ведомство при этом настаивает, что самолетов инсектицидами обрабатывают только леса. В Москве завтра днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза плюс 22-24 градуса. Яков Широков, служба информации «Эхо Москвы». Спасибо, Яков. Екатерина Михайловна, мы к азбуке? Да. Ура. Интересно было бы рассказать про Генеральную прокуратуру. И без стыдства. Но не влезаем. Это правда. Боюсь. Ну, хотите, мы откусим чуть-чуть? Или нет? Или мы можем это в следующий раз рассказать? Можем в следующий раз рассказать. Можем. Это не что-то такое, что привязано к какой-то даче. Да, потому что у нас в первом чтении только вот эти два законопроекта про Генеральную прокуратуру приняли, а потом, может, еще и второй будет. Отлично. Вот как второй будет. Там-то и... Так и поговори. Там и... А то вдруг еще отклонят. Вот именно. Президентские-то законопроекты бывают, что ли? Бывает. Бывает. Не такое бывает. Мы же знаем, что поручения президента не исполняются. Да, причем годами. Годами. Последовательно игнорируются. Слушайте, годами или гадами? Кем они? Гадами. Как они не исполняются? Гадами. Мы избегаем оценочной рептики. Кем или как? Не употребляем таких слов. Стараемся быть объективными. Кому гады, а кому беспозвоночные рептилии. Они вежливы. В эфире программа «Екатеринный шум» и «Статус». Действительно, мы продолжаем программу и с удовольствием переходим к следующей рубрике. Ничто так не радуется ведущего, как соблюдение хронометража. Тем более с буквой «Э». Тем более с буквой «Э», действительно. Которая так богата емкими и увлекательными терминами. Сегодняшний наш термин «этатизм», происходящий от французского слова «эта, ле та, самоа». Государство – это я. Нет, государство – это не мы, никто из нас. Как-то никто из нас по отдельности, и даже не все мы вместе. Быть в Соединенные Штаты «этазуни». Так красиво они звучат «этат». По-французски все звучит красивее, чем на самом деле. Итак, что такое «этатизм» или, так сказать, государственничество? Государственничество, пожалуй, нет, но государственничество, мне кажется, вполне адекватным переводом. Это направление политической мысли, которое рассматривает государство, государственную систему, как высший результат и цель общественного развития. С точки зрения, так сказать, практической политики, это поддержка активного вмешательства государства, его преимущественного участия в различных сферах, как общественной, так и частной жизни. А вот, скажем так, термин не носит ярко выраженно оценочного характера, хотя люди, которые за такое выступают, называют сами себя «этатистами» довольно редко. В принципе, тут есть такой оттенок в самом этом термине некоторой избыточности государственного вмешательства. Но при этом он не, как это называется, пиоративный, а термин сам по себе достаточно нейтральный, по-английски это называется «стейтизм». Что это такое, откуда оно взялось? Ну, мы помним, что, например, великий философ Гегель считал современную ему прусскую монархию высшим проявлением человеческого духа. То есть, вот, человеческий дух в своем развитии эволюционировал и породил вот такое. А вот эти вот самые поклонники, идолопоклонники, поклоняющиеся государству, считают, что, поскольку целое больше, чем сумма частей, то государство, как действительно высшее проявление общественного развития, и в этом смысле высшее проявление человеческого духа, больше, чем индивиду. А этатисты, они сторонники именно сильного государства или не обязательно? Предполагается, что этот самый этатизм может выражать себя по-разному. Как в стремлении к так называемому большому государству, big government, государству, которое перераспределяет, которое заботится, которое устанавливает правила, следит за их исполнением и которое участвует непосредственно в экономическом обороте, так и этатизм может выражаться в стремлении к государству ограниченного, что называется, размера, но такому, которое поставляет услуги и, возвращаясь к предыдущему определению, следит за соблюдением правил и их, что называется, имплементирует. Этатизм противостоит либерализму, либерализм, как известно, вообще отрицает коллективные сущности и считает высшей ценностью индивидуума и его свободу. Этатистские направления мысли, самые разные от социалистических дотаталитарных, предполагают, что вот это вот целое является более ценным, чем любые индивидуальности, которые его составляют. Чем этатизм обосновывается? Обосновывается он тем, что в, так сказать, естественном состоянии по ГОПСу люди ведут себя по отношению друг к другу плохо, сильно обижают слабых, концентрируют власти собственность в одних руках, нарушают друг друга права и вообще раскручивают, так сказать, ГОПСову спираль насилия. Поэтому необходим некий вот этот Левиафан. И волю дай, короче говоря. Да, они, значит, набезобразничают. Поэтому Левиафан их стережет. И, кстати, еще одно из, так сказать, коллекций этих этатистских определений, это так называемое ненни-стейт, государство няня. Вот это вот самое заботящееся государство, которое неразумным людям рассказывает, как им надо себя вести, бережет их от всяких окраинностей, в которые они могут впадать, ставит их на нужные рельсы, по которым они должны катиться по этим рельсам, с них ни в коем случае не сходить. Значит, одним из объяснений, одним из оправданий этатизма является, естественно, внешняя угроза. Каждый человек по отдельности не способен защитить себя от внешних врагов, только объединившись и только пожертвовав частным интересам. Общему, мы в состоянии наш, так сказать, периметр держать, наш суверенитет крепить и также развивать там нашу всякую самобытную культуру. А каковы могут быть этатистские практики? Они могут быть экономическими, они могут быть институциональными. То есть, смотрите, экономическим проявлением этатизма являются государственные монополии, вообще государственные корпорации, государственные банки, государственные экономические структуры, в котором государство непосредственно участвует в экономическом обороте. Ярким проявлением этатизма является планирование. Собственно, основным аргументом против как государственного капитализма, так и государственного социализма, парадоксальным образом это довольно схожие модели, является тезис о том, что единый планировщик не в состоянии обладать всей полнотой информации, поэтому он хорошо не спланирует. Свободная конкуренция устроит лучше, чем пятилетний план. Мы с вами когда будем говорить про нашего сегодняшнего отца, мы с вами скажем о том, как это направление мысли, скажем так, развивалось и что сейчас может ему противостоять. А тем не менее идея о том, что рынок сам по себе жестоко бесчеловечен и позаботиться о слабых и вообще об общем благе и заглядывать вперед чуть дальше, непосредственной прибыли способна только большое бескорыстное государство, он довольно-таки распространен. Как мы с вами, так сказать, Российская Федерация, Российское общество выглядим в этом контексте? Значит, ну, у нас с вами государственное участие в экономике растет последние годы довольно активно, резкий его скачок произошел после 2014 года, это вот наш такой роковой водораздел, после которого государство действительно стало основным работодателем и основным экономическим субъектом. По подсчетам Федеральной антиметамольной службы, мы тут с вами государственными данными пользуемся, не каких-нибудь там беглых экономистов, да. Значит, у нас вот с 2017 по 2019 год доля государства в экономике, в смысле доля госсектора в ВВП составляет 70%. А все почему? Государство эффективнее всего, видимо, распоряжается экономикой. А прежде чем вы не ужаснулись окончательно этой цифре, скажем, что в Швеции эта цифра составляет 63%. Вот это самая доля государства в экономике. Что касается доли выручки госкомпаний в общей выручке, она максимально, кстати, довольно неочевидные цифры, максимально она в транспортной сфере, в энергетике, в добыче полезных ископаемых, что понятно. Но вот насчет транспорта, что 83% выручки всех транспортных компаний государственными, да, я почему-то не так себе это представляла, но когда вдумаешься, то это кажется довольно действительно очевидным. Минимально в химической промышленности, в коммерческой недвижимости, в строительстве и в сфере медиа тоже, казалось бы, но нет, с точки зрения выручки государства здесь не на первых местах. Как относятся у нас к этому люди? Насколько распространено у нас то, что называется патерналистское сознание? Ну, смотрите, если мы возьмем опросы Левады за последние годы, мы видим растущую долю тех, кто считает, что государство должно заботиться о гражданах и обеспечивать всем им достойный образ жизни. Это, в общем, патерналистическая в достаточной степени формулировка, такая, ну, несколько левая, левая в смысле, так сказать, левосоциалистическая. В 19-м году таковых, а нет, прошу прощения, в 21-м году таковых было 68%, кто считал, что вот именно этим государство должно заниматься. Это довольно высокий, высокий процент. Ну, тут опять же формулировки на совести Левады. Второй вариант ответа. Государство должно устанавливать правила игры и следить за их соблюдением. Вообще, мне кажется, что, что называется, человек разумный ответит да на оба вопроса. Должно ли же государство заботиться о гражданах? Должно. Должно оно обеспечивать достойный образ жизни? Уровень. Должно. А должно оно следить за правилами? Должно. Ну, вот про достойный уровень жизни, да, говорят, 68%, 24% насчет правил. Очень стабильное число, около 6%, все последние годы считают, что государство должно минимизировать свое вмешательство. Это вот это русское либертарианство, оно, что называется, не сдаёт своих позиций. Эти позиции не очень, так сказать, не превалирующие уж точно. Но стабильные. Но стабильные, да. Вот такие у нас расклады. Нашу с вами политико-экономическую систему довольно часто называют и татистской, называют её и государственным капитализмом, и, в общем, таким вот патерналистским типом властвования, в котором государство берёт на себя всё больше и больше, в том числе и действительно планирование, оно на себя тоже во многом берёт. Наши с вами стратегии развития, наши с вами национальные проекты, которые рассчитаны теперь уже до 2030 года, это, в общем, если не плановое хозяйство, в чистом виде, но некоторые к нему приближения. Ну и видите, если рынок нахвобучивает государство, то государство пытается вмешаться. Ему предъявляет, как показывает ему, ценник. Ценник, да. Совершенно верно. А на это можно, так сказать, в ответ на эти рассуждения можно услышать довольно часто, что нынче все правительства, это большие правительства, нынче все государства участвуют в экономическом обороте очень активно, что 20-й год пандемии этому делу придал, так сказать, ускорительный импульс. Все правительства вкладывают большие деньги в экономику, раздавая их людям. И именно государственные расходы становятся экономическим драйвером. Вообще эти соотношения между, так сказать, свободным рынком и государственным участием в 21 веке приобретают своеобразные формы. А теперь мы переходим к отцам. Отцы, великие теоретики и практики. Кто же сегодня? Связан ли он с цитатизмом? Связан он с цитатизмом, как просто волна и камень, как лед и пламень он с ним связан. Те, кто смотрит нас на Ютьюбе, могут видеть название «Дорога к рабству». Одной из наиболее знаменитых, я бы сказала, популярных работ этого автора. И тут-то сразу наши проницательные образованные слушатели догадаются, о ком идет речь. Наш сегодняшний герой – нобелевский лауреат, как мы любим. Нобелевский лауреат по экономике. Прожил 92 года, мы тоже это любим. Практически весь большой 20-й век пришелся на его жизнь. Значит, умер он всего лишь в 92-м году. Кажется, что он такой классик-классик, типа Маркса, а вот, оказывается, дожил практически до наших дней. Это Фридрих Август фон Хаек, икона либерализма. Как мы сказали, нобелевский лауреат по экономике, политический философ, экономист, родившийся в Австрии. Работал он в Британии и в Соединенных Штатах. Такие основные научно-учебные институции, которые связаны с его именем, это Лондонская школа экономики и Чикагский университет. Значит, родился он, как мы сказали, в Вене, в такой достаточно обеспеченной и образованной семье. Воевал в Первую мировую войну. Сам потом писал, что, так сказать, ужасные впечатления получены им. Заставили его, подвигли его к тому, чтобы стать экономистом, и понять, какие причины могут побудить, так сказать, цивилизованные страны к тому, чтобы вот свалиться в такую яму бессмысленного насилия. Да, значит, в 1974 году получил он вместе с автором, шведским экономистом Гуннером Мюрдалем, получил он новелевскую премию. За что? Значит, сейчас, когда мы будем с вами излагать по необходимости очень кратко основные воззрения фон Хайека, мы будем говорить о нем скорее как о политическом философе, чем как об экономисте, потому что в экономике мы мало понимаем. Тем не менее, значит, его, скажем так, вклад в политическую философию состоит в том, что он возродил интерес и авторитет классического либерализма. Он считается человеком, повлиявшим на экономические реформы Рейгана в Соединенных Штатах и Маргарет Тэтчер в Британии. Он вот в этой самой своей книге «Дорога к рабству», которая, кстати, была написана в 1944 году, была опубликована, противостоял активнейшим образом как социализму, так и нацизму, видя и в одном, и в другом проявление, скажем так, отказа от свободного рыночного саморегулирования. Он писал о том, что фашизм – это не высшее проявление капитализма, как говорила советская идеологическая теория, а это тот же самый, собственно, национал-социализм, как и следует из определения, это тот же самый отказ от индивидуальности в пользу коллективных сущностей. Вот он был классическим либералом в том смысле, что он считал индивидуума высшей ценностью. Значит, еще одним из его, скажем так, теоретических вкладов, причем это открытие проявляет себя в довольно неожиданных местах, в частности, то, что мы сейчас называем нейросетями, и то, как мы сейчас понимаем нейросети, самообучающиеся системы, во многом наследует хайковскому понятию самопроизвольного или самоорганизующегося порядка. Он говорил о том, что, в частности, рыночные системы подобны системам биологическим, в которыми никто не управляет из единого центра, которые самоорганизуются путем упражнения бесчисленных индивидуальных воль. Воль. Прекрасно. Вот тем информационным импульсом, который способствует этой самоорганизации, он считал понятие цены. Вот цена по хайку – это сигнал, который посылается наиболее наглядным образом каждому из участников экономического оборота и говорит ему о том, продавать ли покупать, сколько покупать, сколько продавать, что нынче ценится, что не ценится. Из этого следует, в частности, что там не надо, так сказать, расстреливать спекулянтов, а надо дать им просигнализировать, что такое спекуляция. Это повышение цены на некий дефицитный товар. Это сигнал о дефиците, который будет воспринят, опять же, в свободной системе, другими экономическими акторами, и они этот дисбаланс быстро восстановят. Кстати, как это работает? То есть получается, что регулирование цены – это потеря обратной связи? Совершенно верно. Это затыкание сигнала, который должен пойти по этой нейросистеме. Смотрите, вот очень практический пример. Мы с вами все это видели своими собственными глазами. Маски. 2020 год. Помните начало карантина? Помните, как люди сговаривались друг с другом, чтобы организовать коллективную закупку масок? Как они вдруг стали стоить по 100 рублей штука? Как тоже кто-то у нас из правительства говорил, что надо привлечь к ответственности те, кто наживаются на народной беде? Буквально через пару оборотов выяснилось, что никто особо не нажился на народной беде. Масок стало много. То есть рынок увидел, что это необходимо. Простаивающие швейные производства стали шить маски. Мэрия Москвы закупила пару предприятий, тоже действуя как рыночный субъект в этих обстоятельствах. Масок стало полно. Их стали везде вообще бесплатно выдавать. Вот как эта самая нейросистема, этот самый самопроизвольный, спонтанный по хайку, самоорганизующийся порядок, в общем, организовал. Экосистемы, кстати говоря, не те экосистемы, которые состоят в том, что Сбербанк скупает все предприятия, а экосистемы в биологическом смысле тоже, что называется, действуют по хайку. Он их описывал как порядки внутри порядков, то есть некие такие матрешечные структуры, в которых одни сущности заключены внутри других сущностей, и все сообщаются друг с другом, и таким образом функционируют. Значит, вот его, так сказать, хайковская идеальная самоорганизующаяся демократия, это система или общество, которое для эффективного функционирования не нуждается в том, чтобы мы нашли на должности хороших людей, писал Хайек. То есть система должна быть такова, что она не нуждается в героях и праведниках для того, чтобы собой управлять. Но сказавши вот эти все замечательные вещи про нашего сегодняшнего героя, надо сказать вот, что он действительно был классическим либералом неполиткорректного 20 века. Поэтому ездил к Пиночету в гости, хвалил его экономико-политические практики, ездил в ЮАР периода протеида, там тоже что-то радовался, как там свободно все экономически обращаются, кроме тех, кому это запрещено. То есть экономические права его интересовали больше, чем права человека? Некоторый грех его перед будущими развивающимися странами, он умер в 92-м году, как раз когда все это дело началось, состоит в том, что он имплантировал в умах довольно многих экономистов идея о том, что надо дать экономическую свободу, все остальное само разовьется. Он говорил, он писал следующее, когда вот его попрекали, типа, зачем же вы тут спиночетом целовались, что я лично предпочитаю либеральную диктатуру демократическому правительству без либерализма. Вот тут вот давайте мы с вами, пользуясь тем, что Хай Кумера, мы находимся в эфире, зафиксируем свое несогласие. Значит, демократическое правительство, то есть правительство, которое может быть сменено демократическими средствами без либерализма, конечно, лучше, эффективнее и безопаснее, чем диктатура самого лучезанного либерала, которого мы сейчас только можем себе вообразить. Потому что, дорогие товарищи слушатели, как это, been there, done that. Мы там были, мы это знаем. Сначала это очень хорошо и весело. Приходит ваш либеральный диктатор, ваш авторитарный модернизатор, обменяет плохие законы, принимает хорошие законы, потом собираются все хорошие люди, вешают всех плохих людей, список которых, естественно, у нас у всех приготовлен. Даже экономический рост у вас наступает. Хватает этого счастья лет на 10. Потом начинается то, что обычно начинается. На вратах ада написано «несменяемость». Собственно, у Данте, по-моему, это и сказано. Оставь надежду всяк сюда входящий. Надежду на что? Надежду на изменения. Вот если изменения невозможны, то вы находитесь в аду. Поэтому, нет, спасибо, либеральную диктатуру мы не хотим. А демократическое, то есть демократически избранное и могучее быть демократически переизбранным, правительство, стоящее из нелибералов, уж это мы как-нибудь переживем. Сегодня нас отец прям наш отец. У нас отец такой наш, да. Это правда. Понимаете, вот эта вот идея о том, что экономика первична, все остальное вторично, особенно здорово легла на души и умы советских людей, которых учили надстройки и базису. И первичности экономического над политическим и институциональным. И это, как бы сказать, не совсем так работает. Значит, Хаек, как обычно, был шире вульгарного представления о нем. Он, например, поддерживал идею базового дохода, что называется, до того, как это стало мейнстримом. И вообще систему социальной поддержки, которую государства, так сказать, богатых обществ обеспечивают тем, кто сам не в состоянии о себе позаботиться. Он не был социал-дарвинистом. Он не был сторонником дикого рынка, который сам все расставит по своим местам. Он был сторонником индивидуальной свободы. И вот этой констелляции индивидуальных свобод, которые, посылая и принимая сигналы друг от друга, устанавливают вот этот самый самопроизвольный порядок. Действительно, в целом, ряде как экономических, так и политических систем это работает. То есть базовый доход, это не какой-то левацкий закидон, а вполне даже либеральная история. Даже самые отмороженные либералы тоже, в общем, против этой идеи не возражали. Ну, а теперь к вопросам от Вышитли. Первый вопрос из социальной сети ВКонтакте. Юрий Ивлев спрашивает вас. Екатерина Михайловна, скажите, как все же жить в новом мире информационной прозрачности, когда соглашения об обработке персональных данных, которые мы везде подписываем, по сути стали фикцией, и твои личные данные вплоть до места проживания телефона при большом желании могут стать доступны почти любому. Что нам с этим делать? Смириться или бороться? И если бороться, то как? Как обычно бывает, с неизбежным смириться, что можно предотвратить, то пытаться предотвращать. Прозрачность действительно наступила, и наступила она, что называется, всем. На следующем, я думаю, эволюционном витке граждане будут пытаться как-то восстановить часть своей приватности. Но давайте помнить, что приватность, как ее понимали в второй половине XIX века и в XX веке, это временное историческое явление, касается ограниченного географического ареала расселения людей. До этого люди жили абсолютно не так, все жили на виду друг у друга, вся информация была доступна, информация об индивидууме была доступна всей его общине. Причем это касалось и крестьяна, и аристократии, и королевского семейства. Все у всех на виду делали все. Наше понятие о приватности это свойство, опять же, временной городской цивилизации, такой атомизированной. Поэтому как-то не жили приватно. Можно и не привыкать. Но из этого не следует, что надо прям вот, так сказать, ходить голым перед незнавешенным окном. Это совершенно не обязательно. Письменно переговариваясь с кем бы то ни было, подразумевайте, что это может стать достоянием общественности, или не общественности, а, например, следственных органов. Что называется, держите эту мысль в голове. Это дискомфортно, но это взрослая жизнь. Мы, наверное, так сказать, выходя из нежных юношеских лет в холодное ожесточающее мужество, как у Гоголя. Как бы подразумеваем, что такое может быть. Голых фотографий своих, раз уж мы об этом начали говорить, не посылайте кому ни попадя. Лучше вообще никому не посылайте. Кому надо, тот посмотрит на вас лично, а кто не посмотрит лично, тому, наверное, и не надо. Когда государство пытается, так сказать, ваши данные похитить и их использовать, возмущайтесь, жалуйтесь, жалобы пишите, иски в суды подавайте. Кстати говоря, практическая очень вещь. Зайдите, дорогие товарищи слушатели, на свой аккаунт на госуслугах. Посмотрите следующее. Не делали ли вы прививки, которых вы не делали? Не совершали ли вы медицинские манипуляции, которых вы не совершали? Не оказались ли вы, как Арина Бородина, известный журналист, прописанными в городе Челябинске, где вы, видимо, проголосовали на праймер с «Единой России»? Заметив такого рода вещи, делайте скриншоты и немедленно жалуйтесь. А если вы совсем, так сказать, упорный кляузник, а упорство в кляузничестве это свойство 21 века, которое каждый должен в себе развивать, то пишите в суд заявление о том, что ваши данные похищены и вы вообще подвергнуты опасности. Судитесь с этими госуслугами и с их организаторами. Вот вам такой практический, скажем так, поинт, который является крайне актуальным вот именно в этот момент, потому что люди, которые туда заходят и проверяют, что там делается, обнаруживают удивительные совершенно вещи. То, что происходит какие-то мошенничества с ОМС от вашего имени, вы якобы потребляете медицинские услуги. Это, судя по всему, довольно распространенная практика, но можно найти вещи и пострашнее. Посмотрите, не объявлены ли вы умершим. Такие случаи тоже были. Не перепрописаны ли вы в другом регионе? Не взяли ли на ваше имя ипотечный кредит? Опять же, в госуслугах этого не будет видно, но если вы заметите следы каких-то, так сказать, шеловливых ручонок, которые играют с вашими данными, обратите на это внимание, это серьезно. Мы действительно все нынче, так сказать, просматриваемы и просвечиваемы. Все аккаунты привязаны ко всем аккаунтам, ваши деньги, ваша медицинская информация, информация о том, где учатся ваши дети, вся может находиться в одном месте, поэтому за этим надо внимательно следить. Еще один вопрос с сайта Эхо с налетом практичности. Мы сегодня раздаем практический сайт. Манофис, видимо, как-то так. Манофофис, менофофис, видимо. Добрый вечер. Наш дом разваливается, так как собственники жилья разбились на группки и никто не может собрать кворум, чтобы проголосовать за ремонт общедомовой территории. У каждой группы свой проект и смета. Вопрос. Всегда ли демократия эффективна и в каких случаях нужна строгая иерархия и подчинение? Батюшки святые. Значит, если у вас, в принципе, собственники определяют, что делать с общедомовой территорией, то вы живете в одном из довольно редких домов Российской Федерации. Обычно у всех есть ГБУ-жилищник, который не знает ни про какую демократию и сам ремонтирует, с вас берет деньги и не ремонтирует, протыкает дырку в вашем потолке, обрезает вашу трубу и, в общем, вот таким вот образом авторитарную модернизацию вам произвела. Привела к патовой ситуации. Значит, ну, насколько эта ситуация патовая, трудно сказать по отзывам одной только стороны. Значит, такие случаи бывают. Собственники действительно не могут договориться в многоквартирном доме. Обычно они не могут договориться о том, кому сдавать деньги на нечто такое общее. Но тут, насколько я понимаю, речь идет о несколько другом случае. То есть, есть несколько проектов, ни один из которых не может набрать большинство голосов. Ну что, если вы в такой ситуации, у вас нет альтернативы, кроме как, так сказать, вести электоральную политику, вербовать сторонников, вступать в коалиции, присоединяться к тому проекту, который, может быть, не ваш, но ближе вам, чем какой-нибудь третий, например. И, создав эту коалицию, вы будете большинством и победите. Для этого нужно коммуницировать, организовать чат в WhatsApp коллективный и заниматься вербовкой сторонников и этим самым коллективным действием. Ничего не поделаешь. А вось дом ваш не развалится прямо так сразу. Дома не так быстро разваливаются, как может показаться. А вы потренируете свои гражданские навыки. Ярослав Шинкаренко ВКонтакте спрашивает вас. Объясните... По-моему, сейчас-то как-то этот слушатель задает нам вопрос. Это, наверное, хорошо. Ну, если вот задает, то что же я могу сделать? Объясните, пожалуйста, почему после нескольких пострадавших от пользователей электросамокатов уголовные дела, обыски в фирмах проката, внимание, лично главы Следственного комитета, обсуждения в СМИ, Думе, Совете по правам человека и Общественной палате, а больше 16 тысяч погибших на дорогах каждый год и только формальные заявления о повышении безопасности? Потому что акторы ездят на машинах и не на самокатах? Или еще почему-то? Потому что это новая тема. Как считается, все, что можно нарегулировать в ПДД, уже нарегулировано, а тут вдруг появляется новое транспортное средство, которое привлекает внимание и действительно сбивает людей, даже приводит к человеческим жертвам. Кроме того, это такой безопасный предмет для всяческого полицейского и законотворческого креатива. Тут точно нет никакой политики, никаких нежелательных организаций, никто никуда не баллотируется, поэтому можно тут проявлять свою заботу о народе, не рискуя перейти, так сказать, невидимую красную черту. Поэтому Совет по правам человека, например, охотно, значит, прискакал тоже на эту тему повысказываться. А уж Александр Иванович Бастрыкин вообще пристально следит за новостной повесткой. Как только что-нибудь в новостях он прочитает, он немедленно по этому поводу создает следственную группу и заводит уголовное дело. Как известно, прикладыванием уголовного дела к больному месту лечатся любые воспаления. А вот поэтому у нас взялись регулировать самокаты. Мне, конечно, несколько грустно бывает смотреть на эти периодически возникающие озабоченности, а давайте обсудим. Давайте обсудим вот этот вот мега важный вопрос. Ну, окей, может быть, это мне кажется несколько бессмысленными разговорами, пока на меня не наехал самокат. Наверное, да. Наверное, есть опасность в том, что кто-то движется с большой скоростью по пешеходной части тротуара. Может быть, как-то надо их ввести в ПДД. Когда появятся летающие такси и летающие дроны, перевозчики, например, доставки, и кто же в кого-нибудь в лоб влетят, мы тоже будем по этому поводу беспокоиться. Помните, каршеринг когда начинался? Тоже сколько было всяких озабоченностей по этому поводу. Но там, по-моему, опять же, по хайку экосистема отрегулировала сама себя, да, вот как там эти случаи, что там кто-то там набезобразничал в этой машине, или а если на каршеринге он в кого-нибудь въедет, а сам убежит. Как-то вот глядишь, так сказать, сама жизнь, как это называется, расставила все по своим местам. Будем надеяться, что с электросамокатами случится то же самое и даже без необходимости Александру Ивановичу Бастрыкину напрягать своих следователей по особо важным делам. Их у него, впрочем, очень-очень много. Несколько слов о том, что дальше будет в эфире радиостанциях Москвы. После 22 часов эксперты программы Кейс придут в студию Юлия Гусман, Юрий Кабавадзе. Вести программу будет Люба Комарова. После 23 часов в программе неудобная тема «Токсичные родители». Гости Ирины Парфенова, психологи-штальт-терапевты, Татьяна Лазарева, общественный деятель. Ну а после 0 часов Иосиф Рахильгаус в программе «Иосиф и его байки». «Иосиф и его байки».